МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дениса Мурыги, бывшего замкомандира подразделения экстремистского и запрещенного в России Айдара, на этой неделе начали рассматривать в Южном окружном военном суде. Среди материалов видео 2015 года, где Мурыга угрожает кровью украинским солдатам на блокпосту Лисичанска в Луганской области, и говорит, что те не понимают, что такое Айдар. Я тебе говорю, пусть кровь, б***ь! Вы хотите крови, б***ь! Пусть кровь, б***ь! Я не выб***ь, руки не олёбли, что такое Айдар, б***ь! Так, Денис Мурыга бесчинствовал во времена, когда был на коне. А это он же в апреле этого года даёт признание уже российским силовикам. В Ростовскую область боевик пытался въехать под видом беженца. В марте 2015 года по указанию командира роты огневой поддержки Раченко Игоря Александровича с подземным рубежом, я участвовал в спецоперации по подрыву моста Айдаровцами, в результате которой погибли часовые народные милиции ЛНР. На Украине и у рубежа, и у Шрека, так называли Мурыгу, были проблемы с законом. Уже возбуждали уголовное дело. Теперь новое в России. Как человека с двойным гражданством, в том числе российским, его судят за участие в незаконном вооружённом формировании, что грозит ему 15 годами тюрьмы. Дело рассматривается в Южном окружном военном суде. На первое заседание приехали отец и сестра подсудимого. От комментариев они отказались, адвокат тоже. А вот Мурыга вину признал и согласился давать показания. Объясняя свой поступок, на Лисичанском блокпосту даже не сдержал слёз. Говорит, так хотелось помочь гражданским. Видео, кстати, приобщили к материалам дела, но это пока недостаточно. Следующее заседание суда 22 ноября в 10 часов утра. А пока Мурыга во всей красе. Сейчас постреляй, б***ь. Главнат устроили, б***ь. Стоять, б***ь, на блокпосту и стрелять, б***ь. 7-сантиметровую резиновую мышь вытащили из желудка ребёнка врачи 20-й горбольницы Ростова. Как она туда попала, непонятно. Родители, по словам врачей, не были до конца уверены, что ребёнок проглотил такого крупного зверя. Но диагностика это подтвердила. И зав. отделением лучевой диагностики и энтроскопии Игорь Шитиков решил проводить щадящую эндоскопическую операцию, то есть без разреза. И всё прошло благополучно. Мышь на воле, ребёнок здоров, а родители получили серьёзный урок. Ни на минуту не оставлять без присмотра малышей даже и с самыми безобидными, на первый взгляд, предметами. Другого ребёнка чуть не задавила машина, причём на тротуаре. Это было вчера в 6.45 утра в Ростове на улице Мусоргского. 47-летняя женщина на Форде не справилась с управлением, въехала в бурдюр и ударила 6-летнего мальчика, который стоял на тротуаре. В итоге ребёнок с травмами в больнице. 6,5 лет колонии поселения получил виновник аварии, в котором погибла 17-летняя девушка. Пойдём по порядку. 8 августа 2021 года 29-летний Артём Бабаян в Морозовском районе сел за руль неисправной машины ВАЗ-2112 без прав. Да ещё и пьяным. Также в салоне была 17-летняя девушка. Поехали, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. От машины осталась только груда металла. Пассажирка погибла на месте, а водитель с места происшествия убежал. Его, конечно, нашли, судили. И вот приговор Морозовского районного суда. 6,5 лет колонии поселения. 14-летний подросток был сбит во вторник в Ростове на Международной улице. Но тут водитель не виноват. Пешеход переходил дорогу в неположенном для этого месте. 40-летний мужчина на форде затормозить не успел, и подросток с травмами попал в больницу. 83-летний пенсионер попал под колеса «Газели». Было это около 6 утра на трассе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск. 31-летний водитель грузовика, ехавший из Ростова в Багаевском районе, не заметил пешехода, переходившего дорогу без пешеходного перехода. Пенсионер погиб на месте. Еще один пешеход погиб при попытке перейти дорогу в Батайске. Случилось это в тот же день вечером около 6 часов. Было уже темно. На улице Полевой 34-летний водитель легковушки сбил 54-летнего мужчину, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения авто, не доходя до перекрестка с его пешеходными переходами. И мужчину быстро увезли в больницу, но спасти его не смогли. Он скончался в медучреждении. ВАЗ врезался в КАМАЗ с полуприцепом, хотя должен был уступить ему дорогу. Авария случилась в Волгодонске. 33-летний водитель «десятки» выезжал со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и устроил ДТП. Виновника с травмами доставили в ближайшую больницу, а его 17-летний пассажир отделался легкими ушибами. На этом происшествия в Волгодонске не закончились. В тот же день сгорел цех по производству перчаток. Пожарных вызвали в 6 часов вечера. Горело отдельно стоящее здание. На тушение понадобилось около часа. В 18.55 объявили ликвидацию открытого горения. Тушили пожар 20 человек с помощью 6 единиц техники. Выгорела площадь 500 квадратных метров. Никто не пострадал. В цеху во время возгорания никого не было. Фургон протаранил легковушку и перевернулся. Такое ДТП случилось в среду в 8 часов утра в Азове. 27-летний водитель фургона ВИЗ на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества движению Киа Рио и врезался в нее. Машина, виновника аварии, перевернулась и снесла дорожный знак. А пострадала 17-летняя пассажирка легковушки. Не заметил новенький трамвай Синара, за что и поплатился дорогостоящим ремонтом. 61-летний водитель Фольксвагена при попытке поворота налево не уступил дорогу трамваю, тому самому, который Таганрог получил совсем недавно. Трамвай ехал по маршруту номер 5 с пятью пассажирами. Легковой автомобиль, конечно, не зайчик, но трамвайчиком его сильно помяло. И как раз с водительской стороны. Виновник аварии в больнице. Канал контрабанды сигарет и алкоголя в Ростовскую область перекрыт. Трое шахтинцев устроили подпольный склад, где хранили товар, незаконно ввезенный из-за границы. При обыске на этом складе обнаружено 260 тысяч пачек иностранных сигарет с поддельными акцизами и акцизными марками других государств, либо вообще без них. А еще больше 10 тысяч литров коньяка, водки, спирта российского и иностранного производства. И все это тоже без маркировки. Весь левый товар, естественно, изъят. Ориентировочная стоимость изъятого табака и алкоголя превышает 30 миллионов рублей. Товары отправлены на экспертизу. Устанавливаются иные причастные лица и пути ввоза контрабандной продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий». Наловили рыбы осетровых и частяковых пород почти на миллион рублей, а потом все это выбросили из кузова, прямо на ходу, когда увидели пограничников. После чего хозяин внедорожника с тремя поддельниками еще и оказали неслабое сопротивление стражам порядка, пытаясь отбиваться при задержании. Но пограничники оказались сильнее, а рыба, выброшенная в мешках, оказалась краснокнижной севрюгой. Добыча вместе с машиной изъяты, возбуждены административные дела, к тому же решается вопрос о возбуждении уголовного. За добычу краснокнижной рыбы браконьерам может грозить до 9 лет колонии и штраф до 3 миллионов рублей. Две лишние тонны топлива обнаружили таможенники при проверке теплоходов в порту Азов. Судно прибыло к нам из турецкого порта Карасу. И все бы ничего, но топливо в нем оказалось на 2145 килограммов больше, чем было заявлено в декларации. Теперь поездка омрачена для капитана и судовладельца двумя административными делами за недекларирование товаров по установленной форме. И грозит за это штраф вплоть до двукратной стоимости излишков товара. Которая, кстати, отправлена в лабораторию для оценки. На этом все. До встречи через неделю.